Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! В этом видео мы с вами рассмотрим довольно интересную партию, которая состоялась в рамках пятого тура супер-турнира, проходящего в эти дни в Германии. Белыми играл чемпион мира Мактус Калсен, а черными представляющий Азербайджан крепкий гроссмейстер Аркадий Найдич. Следует отметить, что этот шахматист для Калсена никогда не был особенно удобным соперником. За всю историю их предыдущих встреч Аркадий Найдич нанес несколько чувствительных поражений Мактусу Калсену, и для того, чтобы обыграть Найдича, Калсену всегда нужно было прикладывать максимум своих усилий. И вот в этой встрече Аркадий Найдич, который в прошлом туре выиграл очень интересную партию против местного шахматиста Винсента Каймера, прямой атакой в закрытом варианте социалянской защиты, должен был черными защищаться против Калсена. И вот в этой партии Мактус, как он обычно делает в последних своих поединках, решил применить английское начало. По стилю чемпиона мира этот дебют более чем подходит, потому что получаются довольно сложные стратегические позиции. Ферзи сохраняются на доске, и Калсен имеет выбор, либо попробовать создать атаку на короля соперника, как это он сделал в Вейконзее против Анишагири, либо же разменять Ферзи и попытаться в Эншпиле реализовать свое преимущество в технике. Именно по этому пути пошла и данная партия. Мактус Калсен начал поединок ходом С4, в ответ последовало Е5. Самый принципиальный ответ. Конь С3, конь Ф6, конь Ф3 и конь С6. Вариант четырех коней. Белые играют Ж3. И вот в этой позиции, которая неоднократно встречалась в чемпионском матче Калсена против Каруаны, американец обычно играл Д5. И после взятия конь Д5, слон Ж2, слон С5, получалась одна из табий современного английского начала. Но Аркадий Найдич делает более популярный ход слон Б4, который ничем не хуже, чем Д7, Д5. Конь Д5 играют белые, А5 защищая слона и слон Ж2. Взаимные рокировки, ладья Е8, белые играют Д3. Конь Б5 забрали черный, после хода ЦД поставили коня на поле Д4. Эта позиция несколько раз встречалась в практике сильных шахматистов прошлого. И все они как один отводили коня с поля Ф3. Например, Леонид Штейн против Лепешкина в 1965 году, он пошел конь Е1. После хода Ц6 Е3, дальше конь Ф5. Белые поставили коня на Ц2, прогнали слона и далее Ф4 взяли-взяли. В итоге Леонид Штейн развил очень опасную атаку по линии Ф. Как это обычно случалось в его партиях, он пожертвовал коня и в итоге заставил соперника капитулировать. Но в нашей партии Магнус Карлсон решил разменяться на Д4 и по сути получается новая позиция. После взятия следует Е4. Черные ходом Ц6 пытаются подорвать пешку белых, но белые и не думают забирать. Дело в том, что после вот этих разменов пешка на Д4 получала дополнительную защиту в лице черного ферзя. Поэтому белые просто развиваются, слоны в 4. После взятия следует А3. Слон отходит на Ц5 и далее Б4. Белые идут на жертву пешки. Здесь Аркадий Иначич вполне мог забрать на Б4, потом скушать на А1 и полакомиться пешечкой на Б4. Но после взятия на Д4 черным нужно играть очень точно. Ферзь за 5 чуть ли не единственный нормальный ход. Ладья А1, ферзь С5 взяли-взяли. Несмотря на то, что на стороне белых лишь минимальный перевес, который по мнению компьютера вряд ли можно реализовать, по-человечески эта позиция за черных выглядит очень опасной, благодаря полному бездействию их белопольного слона. Поэтому слон Ф8 сразу отошел азербайджанский игросмейстер. Белые же забрали на Д5 и после хода Д6 получилась очень интересная пешечная структура в центре. Две открытые линии С и Е, а по линии Д две пары сдвоенных взаимнофиксированных пешек. Понятно, что эта группа слабостей белых и черных будет атакована фигурами. Заметьте, что кони ушли с доски и у нас в бою остались только прямолинейные фигуры. Поэтому предугадать ход партнера в такой ситуации не составляет большого труда. Но, конечно, если у вас достаточно класса для того, чтобы это сделать. Магнус Харсон забрал на А5, ферзь бьет А5 и слон Д2, нападая на ферзя. Ферзя А6. Дальнейшее перемещение фигур белых и черных призваны взять под контроль определенные пешечные слабости и их уничтожить. Поэтому логика дальнейших ходов, в принципе, достаточно проста. Ферзь Ф3. Белые развиваются и защищают пешку. Черные играют Ж6, создавая форточку и давая выход слону по диагонали А6, Ф8. Слон Б4. Слон на этом поле очень хорошая фигура, так как он защищает свою пешку на А3, нападает на Д6 и сам не может быть согнан с этой позиции пешкой соперника. Далее слон Ф5. Пешка на Д3 под двойным ударом, поэтому белые защищаются. Ладья Е5. И в этой позиции Ж4. Слон отходит на Д7 и Ф4. Белые нападают на пешку Д4, но черные играют Х5. Теперь уже Найдич хочет пожертвовать пешку. Пешка на Ж4 находится под двойным ударом слона и пешки. И если белые заберут на Х5 и после взятия ладьей скушают на Д4, то после слон Ж7 совершенно ясно, что пожертвованная черными пешка абсолютно никакой роли здесь не играет. А главную роль играет активность черных фигур и слабости пешек белых на королевском фланге. Белый король в этой ситуации может подвернуться очень сильной атаке. Поэтому Карлсон резонно отказывается от сомнительных материальных завоеваний и играет Х3. Взяли, взяли, линия Х открылась и черные играют ферзь Б6, защищая пешку. Слоны Ф3 играют белые, подкрепляя пешку на Ж4, давая возможность королю стать на поле Ж2 и ладье занять открытую линию Х. Черные играют слон Ф4, нападая на ладью, та занимает открытую линию. Слон Ж7, укрепляя ладью на Е5. Король Ж2 играют белые и далее слон Б3. Пешка на Д5 под ударом, но белые ее не защищают и играют ладья Х1. Этот маневр заранее был предусмотрен Карлсоном. Он идет на жертву пешки, понимая, что активность его фигур с лихвой компенсирует минимальный материальный недовес. Слон бьет Д5, сыграли черные, одна пара слонов уходит с доски, взяли, взяли. И в этой позиции белые могли сыграть ладья С4, имея ввиду захват вертикали С. Но Магдус Карлсон играет ладья Х3, защищая пешку на Д3 и, возможно, имея ввиду сдвоение по крайней вертикали. Черные же играют ферзь Д8 и в этой позиции ферзь Ф3. Ладья отходит на Б5 и далее ферзь Ж3, беря под прицел пешку Д6. Черные контратакуют белую ладью ходом ферзь Ж5. Белые захватывают седьмую линию после ладья С7 и далее ладья Д8. Это маленькая ловушка, если забрать на Д6 своим слоном, то следует ферзь Д5 и белые остаются без фигуры. Поэтому здесь Карлсон понимает, что ладья на Х3 не место и играет ладья Х1. Черные дают шаг и после ферзи Ф3 ферзи размениваются, взяли, взяли. В полученном окончании у черных по-прежнему лишняя пешка, но она сдвоенная и сама является слабостью, а белые фигуры контролируют важнейшие линии на доске. Слон Б4 по диагонали А3, Ф8 хорошо себя проявляет атакуя пешку Д6. Ладья С7 контролирует седьмую горизонталь и вертикаль С, ну а ладья в углу доски готова перейти на другую открытую вертикаль. Черные здесь могли сыграть слон Ф6, прикрывая поле Е7 от вторжения одной из белых ладей. И после возможного ладья Х1 усилить позицию короля, король Ж7. Положение примерно равное. Но найдешь здесь играет Д5. Пешка теперь уже не под боем, но в то же время она ограничила подвижность ладьи Б5. Ладья Х1 играют здесь белые, слон Е5 нападая на ладью. И после ладья С8 следует размен тяжелых фигур. Это шаг, король Ж7 и Ж5. Контрольный сороковой ход. И здесь перед найдешь ставил вопрос, как же действовать дальше. В этой позиции компьютер пишет, что лучше всего было сыграть сразу Ф5. И после ладья Е8 поставить слона на Х2. Вот эта стойка по-человечески кажется весьма опасной для черных. Потому что пешка Ж5, как ввоздь, забита в позицию черных и ограничивает черного короля. В то же время свобода слона по диагонали Х2 Б8 не кажется такой уж важной. Но так именно нужно было и сыграть черным, а своим контрольным ходом найдешь пошел по-человечески вполне оправданно, но с точки зрения объективной шахматной истины не вполне правильно. Он ходом Ф6 защитил своего слона и создал пешечное напряжение. Далее белый играет ладья Е8. Карлсон понимает, что он может захватить седьмую горизонталь, а черные не в силах этому воспрепятствовать. Ладья Б6 сыграли черные, защищая пешку на Ф6. Ладья Е7 в шаг, король Ж8. И тут Магнусу Карлсону стоило сыграть король Ж2. Это самый сильный ход. В чем же цель этого хода королем назад? Дело в том, что белые таким образом брали под прицел поле Х2. Несмотря на то, что слон находится в центре доски, диагональ Х2 Б8 для него оказывается очень короткой. Посмотрите, ни одного нормального поля для этого слона не находится. Понятно, что если в этой ситуации пойти слон Ф4, то белые просто побьют на Ф6, а потом заберут на Б7. Поэтому слон на месте должен стоять. Ну а если пойти король Х8, то тогда взяли слон бьет Ф6, ладья Д7 и проблемы с пешкой Д5. Таким образом, можно либо сковать фигуры черных с защитой слабости, либо отыграть пешку и в дальнейшем пытаться использовать практические шансы, благодаря большей подвижности фигур. Но Магнус Карлсон не понял тонкости этой позиции. Сыграл король Х4 и здесь Найдич к его чести сумел лучше разобраться вот в этом эншпильном положении. Благо на его часах времени было больше, чем у Карлсона. И нужно отметить, что в этой партии Найдич не давал Карлсону загнать себя в цейкнот, как это случалось с другими соперниками Магнуса на этом турнире. И здесь сыграл Ф5, дал шаг, белые конечно отошли на Ф3, ясно было, что Карлсон пытался вызвать вот это продвижение, но после хода слона Х2, Магнус видимо понял, что все-таки черные нашли еще более хорошую расстановку для своих фигур. Если в этой позиции сыграть король Ж2, то конечно последует слон Ф4. И белая пешка оказывается уязвимой, самое время переходить к ничьей вечным шагом. Ладья Е8, король Ф7, ладья Е7, король Ж8. Но белые сыграли иначе, они после ладья Д7 атакуют пешку на Д5, видимо в этом была задумка чемпиона мира. Но после ладья Б5 оказывается, что у белых нет никаких ресурсов борьбы за победу. Здесь была возможность сохранить побольше фигур на доске, пойдя например слон Е7, но на ход слон Е5 белые опять же не располагают достаточным количеством ресурсов для игры на выигрыш. Поэтому Магнус Карлсон решил попытать счастье в ладейном окончании и партия пришла в новую фазу. Слон Д6 сыграл чемпион мира, Надич побил, белые забрали, сейчас пешка на Ж6 под ударом, черным нужно действовать очень точно. Самым верным решением было защитить пешку на Ж6 ходом король Ф7. И после короля Ф4 мы понимаем, что пассивная защита черных не спасет. Король Е5, ладья Д7, пешка Ж может потеряться. Поэтому черные здесь должны были переходить в контратаку, ходом ладья Б3 дальше взяли, ладья Б3, ладья Т7, король Ф8 забрали тут и взяли на А3. В итоге получается примерно равная позиция, слабость спешки Ж и пассивность черного короля здесь для черных не опасна, потому что их ладья с лихвой компенсируют эти все факторы, оставаясь самой активной черной фигурой на доске. Но черные здесь сыграли немножечко иначе. Конечно, Надич понимал, что пассивная оборона ему противопоказана, и он сразу же стал атаковать белые пешки ходом ладья Б3. Ладья бьет Ж6, сыграл Магнус Карлсон, король Х7, ладья Х6, король Ж7 и король Ф4. Ладья бьет Д3, пошел Надич. Здесь Магнус Карлсон ничего не добивался, взяв пешку на Ф5. Ввиду тылового шаха ладья Ф3 на отход короля следует Д3. Белым нужно играть очень точно, чтобы не пропустить пешку Д в ферзи, поэтому ладья Д6 в этом варианте, Д2 взяли, забрали на Ф2. Здесь материальное равенство и абсолютно нечаянная позиция. Поэтому Магнус Карлсон отвел свою пешку из-под удара ходом А4, черные же сыграли ладья Ц3. Ладья Д6 отошли белые и ладья Ц5 защита. В этой позиции взятие на Ф5 также ничего белым не давало, ввиду хода Д3. Ладья Ж6, король Ф7. В этой ситуации белые не могут остановить пешку Д, так как на ладья Х6 последует ладья Д2, на ладья Х1, ладья Ц1 и черные побеждают. Поэтому белым нужно давать шахи. Ладья Ф6, король Ж7, ладья Ж6, король Ф7, ладья Ф6 и партия заканчивается ничьей. Поэтому Карлсон пока что не берет на Ф5, играет ладья Д7, оттесняя черного короля, но тот идет на Ж6. Ладья бьет Б7 и ладья Ц6. Защищаемся от шаха по шестой линии, А5 играют белые и Д3. У черных также есть своя проходная пешка. В этой ситуации белым незачем переходить в пешечное, а затем ферзевое окончание ходом ладья Б6, потому что в полученном ферзевом эншпиле проблемы могут быть только у них. После взятия АБ, Д2, Б7, Д1 ферзь, Б8 ферзь, в этой позиции ход черных. Здесь белые не проигрывают, но в то же время нужно сделать несколько точных ходов для того, чтобы зафиксировать мирный исход. Поэтому белые решили не рисковать, пошли король Е3, защищаясь от продвижения черной пешки, но ладья Ц5 с нападением. Ф4. Магнус Калсен пробует свой последний шанс, защитив пешку Ж5 своей пешкой с Ф4. Он хочет как-нибудь забрать ладьей пешку на Ф5 и создать пару связанных проходных, что в этом окончании может стать решающим фактором. Но проблема в том, что даже если белые создадут эти проходные пешки, это совершенно не гарантирует им победы. Например, в этой ситуации черные могли забрать на А5. Дальнейший вариант очень интересен. Ладья Б6, король Ж7, ладья Ф6. Кажется, что белые добились своего. Но после ладья А4, ладья бьет Ф5. Следует единственный, но достаточный для достижения ничьей ход ладья Д4. Тут мы видим, что черные снова делают ставку на свою проходную пешку Д. В случае взятия на Д4 белые проигрывают после продвижения пешки Д на одно поле вперед. В итоге белые никак не смогут ее задержать. Ну а если пойти король Д2, блокируя проходную, то король Ж8. Оказывается, что после ладеевшись король Ж7, белые никак не могут с помощью одной своей ладьи провести проходные в ферзи. Ну а пассивность белого короля, конечно, делает это положение ничейным. Следовательно, здесь черные могли сразу забрать на А5. Но Найдич немножечко оттянул белого короля обратно в тыл ходом Д2. Взяли, ладья бьет А5, ладья Д7, король Х5. Сейчас угрожает активизация черного короля через поле Ж4. Белые пошли к король Е3 и здесь соперники согласились на ничью. Немножечко рано, но можно указать несколько интересных вариантов за черных, с помощью которых они держали равенство. Например, такой ход, как ладья А4. Отсекая белого короля по четвертой линии. И даже если забрать на Д5, то после короля Ж4 очевидно, что белые выиграть никак не могут. Черные фигуры сверхактивны. Пешка на Ф5 защищена. Ну а защищенная проходная пешка белых Ж5 особой роли не играет, потому что она в ферзи явно не пройдет. Вот такая довольно напряженная партия Магнуса Калсона и Аркадия Найдича. В этом поединке азербайджанский рейсмейстер проявил себя с наилучшей стороны. Буквально ни в одном из компонентов игры не уступил Магнусу Калсону, выдержал его давление в Миттершпиле и не ошибся в Эншпиле. Таким образом, Магнус Калсон, сделав ничью, продолжает делить первое место с Ананда. Сегодня, в четверг, у нас выходной день. Ну а дальше 4 тура с пятницы по понедельник, которые и ответят нам на вопрос, кто же станет победителем супертурнира в Германии в 2019 году. Надеюсь, что данное видео оказалось для вас интересным. В этом случае не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для Всех и оставляйте свои комментарии, если вам есть что сказать. Спасибо за внимание. До свидания. Спасибо.